Президент Франции не устроил итальянское правительство Президент Франции не устроил итальянское правительство Рим и Париж Ссориться не задал года выборов в Европарламент коммерсанта 23 января 2019 года 16.54 власти Италии выступили с новыми недипломатичными заявлениями в адрес правительства Франции В среду итальянский министр внутренних дел и вице-премьер Матиас Альвини выразил надежду на то, что на грядущих выборах в Европарламент французы не поддержат партию вперед, республика действующего президента страны Эммануэля Макрона Кроме того, из Рима в адрес Парижа звучат обвинения в неоколониализме, а также нежелание решать затрагивающие итальянцев миграционные проблемы В МИД Франции уже заявили о недопустимости подобных высказываний По мере приближения выборов в Европарламент Италия в лице вице-премьеров Луи Джи Димае и Матиас Альвини все жестче высказываются в адрес президента Эммануэля Макрона Рейтинг поддержки Макрона ниже 20% Надеюсь, что скоро французы смогут сделать другой выбор, не в пользу действующего президента Франции Твердый знак, сказал в среду Матиас Альвини в эфире радиостанции Рей Ай Кажется, что у Макрона есть проблемы с миллионами французов, которым он дал обещания, но не выполнил их, добавил он Эти необоснованные заявления следует читать в контексте внутренней политики Италии Они неприемлемы, заявили в среду в МИД Франции Отношения между странами, разделенными Альпийским хребтом, уже давно не безоблачные Итальянцы, в частности, не могут простить Парижу проведенную в 2011 году без их ведомой бомбардировку Ливии За которой последовал миграционный кризис До сих пор в Риме вспоминают ухмылки на пресс-конференции экс-президента Франции Николя Саркози и канцлера ФРГ Ангела Меркель в адрес тогдашнего итальянского премьера Сильвия Берлускони, за которыми последовала его отставка Но если левоцентристские правительства позволяли себе лишь время от времени возмущаться французским вероломством типа закрытия для иммигрантов границы в Вентимелии, придерживаясь в целом политики дружбы с соседом и соратником по демократическим идеям То с приходом к власти в Италии коалиции Лиги и движения «Пять звезд» взаимоотношения Рима и Парижа стали заметно обостряться Справедливости ради следует сказать, что первыми на конфликт пошли французы Как Италия ужесточила миграционную политику в прошлом июне, когда министр внутренних дел Маттиас Альвини распорядился закрыть итальянские порты для корабля С иммигрантами на борту Эммануэль Макрон публично назвал итальянское правительство популистской проказой В подобной полемической риторике в основном посредством социальных сетей прошли и последующие месяцы, и к ней уже начали прибыкать Пока в начале января, в разгар выступлений во Франции желтых жилетов, Луиджи Дима не опубликовал в Facebook слова поддержки протестующим французам Этот жест члена итальянского правительства отметили многие французские политологи и СМИ Тем не менее Париж воздержался от ответа, а жилеты предпочли отмежеваться от итальянских популистов, попросив их не вмешиваться Итальянская пресса прокомментировала этот отказ как неудачную попытку лидера движения «Пять звезд» найти себе во французском уличном протесте союзников для выборов в Европарламент Но это было только начало На днях в ходе публичного выступления Луиджи Димае обвинил Францию в том, что своей неоколонизаторской политикой она провоцирует иммиграцию Причиной бед министр экономического развития и труда Италии назвал валюту «Франк Фан» — африканский франк, запущенную еще при президенте Шарле Деголе и до сих пор функционирующую при поддержке французского центробанка в 14 бывших африканских колониях республики Экономисты объяснили, существование франка КФА способствует стабильности в этих странах и вовсе не из них в Европу устремляются основные эмигрантские потоки Но специалисты не смогли переубедить активистов «Пять звезд дочников», к которым вскоре присоединился лидер Лиги Маттиас Альвини Во вторник он к тому же обвинил Францию в нежелании искать пути завершения ливийского кризиса, а также числящиеся в оппозиции глава правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелани Все они в один голос утверждали, что так или иначе Франция все равно виновата в итальянской проблеме с мигрантами Для объяснения происходящего посол Италии во Франции в понедельник была вызвана во французский МИД Политологи связывают антифранцузские и, в частности, антимакроновские выпады с избирательной стратегией в преддверии майских выборов в Европарламент Хотя Лига и пять звезд намереваются избираться порознь, не вызывающий в Италии больших симпатий Эмманюэль Макро неплохая предвыборная мишень, на которую можно списать собственные недоработки Кстати, заявленный как старт избирательной кампании недавний автопробег Луи Джи Ди Май и его соратника Александра Ди Баттисты до Страсбурга Где они выступили с призывом убрать Европарламент из этого французского города Электорату тоже понравился Как прошел десятый акт протеста в Париже Тем не менее, стратегия собственных замов вызывала опасения у премьер-министра Джузеппи Конти Обеспокоенного угрозой изоляции Италии Тревожиться есть о чем Учитывая, что как раз в эти дни Франция и Германия традиционные стратегические партнеры Италии провели двусторонний саммит На котором Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель договорились о единой стратегии в области экономики, обороны и безопасности Италия же, которая в прошлом году должна была организовывать ежегодный итало-французский саммит, так этого и не сделала Пытаясь урегулировать ситуацию, министр иностранных дел Италии Инцома Авера Меланези встретился во вторник со своим французским коллегой Жан-Ивом Дрианом Заявив по итогам встречи, что Италия и Франция остаются дружественными союзниками Правда, итальянский министр тотчас же оговорился, что задаваться вопросом о своем прошлом справедливо Учитывая контекст, имелось в виду наверняка французское колониальное прошлое Елена Пушкарская, Рим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!